Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва и сегодня у нас ароматная тема. Ароматная тема про такое растение, как розмарин. Розмарин – растение, известное издревле. И я не буду вам рассказывать про его целебные свойства, как его использовать, пищу, куда его прикладывать, что из него делать. Потому что с этим всем, я думаю, многие уже знакомы. А кто не знаком, то с успехом ознакомится на просторах интернета. Хочу сказать, что очень с древних времен известен. И к тому же разрешен официальной фармакопией. То есть все с ним в порядке. Все части этого растения целебны и не представляют опасности для человека. За исключением, конечно, людей, которые аллергичны ко всему на белом свете. Существует два вида розмарина. Это розмарин культурный, либо розмарин лекарственный, обыкновенный еще называют его, официналис по латыни. И розмарин распостертый. Перед нами кустики розмарина лекарственного или обыкновенного розмарина. Помните, мы как-то по осени с вами пересадили из грунта. Вот он так себя чувствует и даже дал совершенно хороший прирост. Здоровый. Конечно, немножко истонченный. Потому что розмарин очень чувствителен к свету. И если вы его захотите выращивать дома, в комнатных условиях, то помните о том, что он должен располагаться исключительно на солнечной стороне. А если на участке в летний период, то, конечно, отвезти ему солнечное место на своем участке. Розмарин, который распростертый, он встречается в диком виде на юге Европы. В принципе, как и розмарин лекарственный. Это растения засушливых территорий Средиземноморья, как в Север-Африке, Аравийский полуостров, южные части Испании, Италии, Франции, на территории бывшего Советского Союза, в средней части Европейской, он не встречается в диком виде. Только в оккультуренном виде и в тех местах, где заморозки не опускаются ниже минус 5 градусов. Когда-то в Крыму он был интродуцирован, привлечен в середине 19 века. И с тех пор он там распространен и даже зимует в открытом грунте. Но это не естественное место обитания, а это оккультуренная форма розмарина. Это то, что касается видов розмарина. Как нам в домашних условиях вырастить розмарин? Особой проблемой вырастить его из семян не составит. И можно с успехом заниматься черенкованием розмарина. Если вы в зимний период или в осенний период встретите в магазине, продаются не только пучки, но и продаются растения в горшочках, даже в продуктовых гипермаркетах, то можете купить себе такое растение и черенковать его. Какое время черенкования в домашних условиях, в условиях вашего дачного участка? Это весна, когда у вас будут уже видны молодые отростки. Мы берем исключительно молодые, не древесневшие побеги и срезаем верхушечную часть с легкой древесневшей пяточкой. Эту часть мы можем просто обшморгнуть. Ох, это было уже слово у меня, оборвать листики. Мы можем эту часть обрезать, если вам жалко обрывать. И то, и другое допускается. В тех местах, где мы обрываем, не травмируется растение. Наоборот, в этих местах стимулируется рост корешков. Вот мы сейчас наделаем с вами череночков, которые можно будет укоренять различными способами. Самый банальный способ, который я не люблю по отношению не только к розмарину, но и к другим растениям, это укоренение в воде. Но многие этим способом с успехом пользуются. Ну и хорошо, что у них это получается. Розмарин к влаге не столько чувствителен, сколько чувствителен к отсутствию света. Поэтому черенкование мы проводим, начиная с марта месяца. Либо это, если в открытом грунте, то по мере отрастания, либо в начале июня, можно даже в середине, в конце августа. И вот некоторые помещают просто таким образом в водичку. Можно сверху прикрыть. Едва прикрыть. Не надо укутывать и завязывать, чтобы происходил воздухообмен. И таким образом выращивают и наблюдают, как там появляются корешки. Ну и пусть они появятся у всех, кто хочет воспользоваться таким методом. Это очень хорошо заметно будет. И когда они сформируются в междоузлиях, то мы их будем высаживать уже по отдельным горшочкам. А я вам предложу тоже, в принципе, банальный метод. Ну, для тех, кто впервые захочет вообще заняться черенкованием, может, это будет любопытно. Мы берем горшок любой формы, любого размера. Может быть, и такой, и такой. Потому что в нижней части горшка должно быть минимум 5-8 сантиметров почвы. Ну, давайте я сюда ее... Будем здесь это делать. Застелим дно газеткой или бумажкой. Субстрат должен быть, главное условие, не кислый. Поэтому, если вы читаете в интернете, что поди сосновый лес и набери подстилки, то это не про розмарин однозначно. Хотя такое я встречала. Я уже говорила о том, где произрастает розмарин. Это очень скудные почвы. Это юг Европы, Средиземноморье. И почвы ближе к щелочным. Желательно просто нейтральные. Сверху засыпаем песочком. Песок должен быть промыт, продезинфицирован. Выравниваем поверхность. Сейчас мы ее прольем. Горшочек этот можно поместить также на поддон, чтобы лишняя влага уходила за пределы нашего горшка. Земля плохо промочена, поэтому вода не уходит. И мы сажаем, как обычно. Не сажаем, а ставим на черенкование. Наши растенец, маленькие череночки, под углом 30 градусов. Густота через 4-5-3 сантиметра. Вот таким образом осуществляется укоренение в дальнейшем. В почву наш субстрат должно уйти два междоузлия. Немножко прижимаем, чтобы зафиксировать. Чтобы было прижато к стебелечку. Давайте уже еще начеренкуем. Если мы будем брать черенки с древесниевшей части, то процент укоренения будет крайне невысок. Поэтому берем только с верхушечной части, с маленькой одревесневшей части. Укоренение происходит в течение примерно месяца. Мы не будем расковыривать, как Карлсон, и смотреть, что там проросла косточка или нет. Легким подергиванием мы поймем, что там уже сформировались корешки. Если легко достается, это значит, что корешки еще не образовались. Если он сидит прочно, значит, корешки уже образовались, и можно приступать к пересадке. Зачеренковали. Сверху, это может быть у вас мини-тепличка, тогда вообще хорошо вы накрыли сверху колпачком. Вы можете какое-то пластиковое, соответствующее по размеру формой накрыть. Либо сделать колпачок из целлофана, чтобы сохранялась влажность. Розмарин размножается достаточно, укореняется достаточно хорошо, и имеет высокую степень приживаемости, если обеспечить ему влажность в зоне не только корешков, но и влажность воздуха. И хотя он считается засухоустойчивым, но он любит влажность воздуха. Поэтому, когда вы сохраняете розмарин, сохраненный с осени, с вашего участка, а это непременно надо делать, если вы живете в средней полосе и еще холодней, потому что, как бы вы ни укрывали, заморозки он не перенесет. И когда мы сохраняем его на окошке или еще где-то, то необходимо устроить ему влажность вокруг листьев. Возможно, тут будет какой-то поддон, и вы насыпете вокруг поддона в поддон керамзит. Иногда будете подливать водичку, потому что застой корней тоже категорически противопоказан розмарину. Керамзит напитывая, будет отдавать влагу в воздух и создавать общую влажность. Выносим весной мы его на улицу, тогда, когда уже не будет угрозы заморозков, хотя легкие похолодания, конечно, он переносит. Не допускайте при этом пересыхания земляного кома, потому что растение формирует достаточно хорошую, крепкую корневую систему, и тогда с вашим кустиком будет все в порядке. И одного кустика вам, я думаю, хватит на круглый год для того, чтобы порадовать себя каким-то блюдом или положить изголовье, понюхать, либо сделать какое-нибудь волшебное снадобье. Вот у меня есть экземпляр, который хотел стать таким шаровидным штамбиком, но вовремя не был сформирован, и от своей тяжести он начал гнуться. Паленькая палочка не спасла его, поэтому ему уже требуется пересадка. И если мы заглянем в корневую систему, то мы удостоверимся в том, что она уже себя много-много раз изжила. Но когда мы формируем штамп, то, конечно же, растение немножко страдает. Поэтому во время пересадки такого растения мы убираем смело из нижней части корни, которые уже чрезмерно заплели земляной ком. Убираем, убираем. Нам это не надо. Берем горшок гораздо большего размера. Но уже застилаем, потому что у него большие отверстия. Застилаем, чтобы не было вымывания почвой поддон, либо на стеллаж. Насыпаем для дренажа керамзит. Можно вместо керамзита воспользоваться песком, либо мелкой галечкой. Что у вас есть, лишь бы было такое дренажное устройство. И заполняем новым свежим субстрантом. Уплотняем. Проверим, как мы его... Вот, уже и многовато. Немножко мы его распределяем. Чтобы его немножко выровнять, я его посажу под углом ножком будет, который внутри горшка. Пространство заполняем. Такую процедуру можно делать, начиная с февраля месяца, пересаживать растения. Вообще, само растение розмарина, в любом случае, мы будем его носить с огорода на балкон, он с балкона к нам в комнату. Но пересаживать его следует раз в 2-3 года. Больше горшок. Прирост за лето при хорошем уходе достаточно большой, поэтому смело можно нарезать с него зелень для разных наших целей. Ну и, конечно же, проливаем. И, как я говорила, что главное условие и при выращивании из черенков и при посеве семян так, не скрыл, и при посеве семенами это освещенность. Поэтому не стоит ни черенковать, ни сеять, если у вас нету дополнительной подсветки раньше марта месяца. У себя на родине и в теплых регионах розмарин цветет. У нас дождаться цветочков крайне трудно, потому что мы все-таки его обрезаем, формируем, и цветочки закладываются очень редко. Семена у него, как и все пряноароматические растения, содержат эфирные масла, поэтому единственный недостаток для семян это то, что нам надо их замочить либо промыть, используя такой способ, как барботирование, то есть промывание в проточной воде, либо можно купить такой мини-аквариумный аэратор и поместить в баночку, пусть эта процедура займет полдня, а замачивание производим в течение суток, не забывать каждые 3 часа менять водичку, чтобы продукты метаболизма не закисали и не загнивались семена. Подсушиваем и обычным способом высеваем их и ставим на светлое место и не ждите, что это произойдет, всходы произойдут через неделю, растение сходит очень долго, поэтому не допускайте пересушивания и где-то через дней 20-30 появятся проростки. Как только появятся семидольные листочки, мы пикируем по стаканчикам и дальше высаживаем наше усмотрение. Вот представьте, что в вашем саду нет этого растения еще, поэтому я рекомендую, что вам необходимо просто создать уголок пряно-ароматических растений и летним вечером, когда помидоры посынкованы, огурцы собраны, вы берете кресло, берете бокал холодного вина, включаете шум моря и садитесь возле розмарина и вот вам Греция, а на следующий раз вот вам Италия, представляете себе, а потом можно и в Алжир попасть. Так что растения со всех сторон хорошие, релакс и только. Успехов вам в выращивании, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова